Всем хеллоути, ребятушки, с вами, как обычно, Дамриэль, и добро пожаловать на новый ролик. Как видите, мы с вами снова находимся в замечательной игре Cloud Gardens, а это значит, что пришло время снова творить. Итак, в общем, я тут подумал за кадром, наверное, я сначала закончу вот эту половину дороги, а потом уже перейдем с вами на вот эту. Я тут, кстати говоря, также подготовился к серии и заранее уже проложил тротуарчик. Вообще, вот этот тротуарчик должен будет идти по обеим сторонам вот этой вот дороги. В общем, так, я здесь, ребят, планирую построить оранжерею и детскую площадку. Начнем, наверное, с оранжереи и уже потом по остаточному принципу поставим детскую площадку, потому что все-таки оранжерея будет занимать большую часть места. Итак, погнали, всем приятного просмотра. Так, заходим в менюшечку сюда. Здесь очень удобно все устроено, все, что связано с оранжереей, подписано Greenhouse. Поэтому, ребят, с поиском у нас никаких проблем не должно возникнуть. Наверное, нам нужно начать сначала с пола. Ну, это будет, скорее всего, логичней. Я тут посмотрел уже заранее. Вот есть вот такая вот штука. Вроде бы выглядит неплохо. Только, наверное, нужно будет ее утапливать пониже, потому что, ну, слишком уж она высоко стоит. Итак, давайте, наверное, начнем с нее. Я тут как планирую? Вот так вот чуть-чуть вперед провести вот эту дорожку. И потом еще соединить вот с этой лестницей. То есть, чтобы можно было и с лестницы подойти сюда, и с самого тротуара. Итак, давайте, наверное, ем... Ну, где мы начнем? Ну, в принципе, можно вот здесь вот начать. Как-нибудь вот так, да? Ну, да. Я не знаю, сколько я буду ее длиной делать. Немного неправильно я поставил. Нужно было сначала дальнюю ставить, а потом ближнюю. Камера у нас же здесь не очень-то удобная. По высоте, наверное, лучше будет поставить ее плюс-минус по высоте тротуара. Вот как-нибудь так, да? А ну-ка. Ну, да, в целом нормально. Почему бы нет? Во. Только чуть-чуть поднимем. Вот, смотрите, ребят. Вот, в общем, по такому принципу мы с вами и проложим дорогу. Вот, правда, пока не знаю, сколько вообще подлиннее ее делать. Просто хотелось бы, чтобы здесь и место как-то тоже еще нормально осталось. А может быть, блин, вообще стоит чуть-чуть сдвинуть сюда. Все-таки я планирую, что здесь будет детская площадка. И, по сути, у нас вот здесь остается слишком много места свободного. Да, ребят, давайте, наверное, я все-таки так и сделаю. Чуть-чуть, наверное, вот примерно вот в эту сторону подвину. Я думаю, должно быть нормально. Так, и сюда вот так вот. Оп. Нормально там стало. Да, нормально. Давайте вот эту я просто выкину под карту. Так будет проще просто с нуля поставить сразу новую. Да иди сюда, господи, что ты не то выбираешь мне. Вот, все, отлично. Так, как она тут должна стоять? А она становится неровно. А почему? А почему хрен его знает? Ладно, сейчас в любом случае мы с вами отрегулируем, пододвинем. С этим никаких проблем у нас не возникнет. Не должно, по крайней мере, возникнуть. Ну вот, вроде бы ровно стоит. Или нет? Или чуть-чуть сюда надо? Вот так вот, да? А ну-ка. Во. Ну, вроде бы. Ладно, короче, если что, я за кадром просто, ребят, подредактирую. И будет все нормально так или иначе. Ну, сильно длинную дорогу, наверное, смысла делать в любом случае нету. Потому что, ну, как бы, блин, нафига. Нам нужно еще место оставить под оранжерею. Да и, в принципе, под вообще все, что здесь будет находиться. Вроде бы ровно. Вроде бы ровно. Идем. Ну, давайте, я не знаю, сколько. Ну, грубо говоря, сколько у нас здесь еще места остается? Места в целом остается еще, ну, вроде бы кажется, что немало. Но и я оранжерею, ребят. Не хочу делать прям слишком маленькую. Хочется сделать как-то максимально красиво. Ну, и, наверное, я пол в качестве оранжереи буду использовать точно такой же. Придется, конечно, много поставить всяких блоков. Но я, наверное, просто это сделаю за кадром, чтобы нам, так сказать, не терять время на это. Блин, непонятно. Почему-то иногда блоки вот эти вот ставятся ровно друг к другу. А иногда ставятся с каким-то отступом. Почему так работает, непонятно. Ну, ладно. Главное, что работает. Так, ну, может быть, хватит? Или не хватит? Или хватит? А, наверное, хватит, ребят. Знаете, что? Или нет? Нет. Нужно еще одну поставить. Просто чтобы здесь дорога вот так вот красиво выходила. И, собственно, можно будет уже ставить, грубо говоря, фундамент самой оранжереи. Так, все правильно? Правильно поставил. Немножко, наверное, там нужно чуть-чуть вперед пододвинуть. Ну, ладно, это не страшно. В любом случае, да, вот эти вот маленькие огрехи, они не страшны, потому что все будет заросшее. Так или иначе, цветы все скроют. Это я выше, да, поднял. Нужно вот чуть-чуть. А куда ты, господи? Ой, короче, все, давай, уходи отсюда. Вот видите, почему она сюда именно прилепляется? Почему она не прилепляется вплотную к этим? Хотя, помните, изначально я когда там ставил, все было нормально. То есть, как это работает, непонятно до конца. Ну, окей. И, конечно, да, вот стоило бы разработчикам немного доработать вот этот творческий режим, чтобы было приятнее в нем находиться. Так, все, вроде бы, ребят, дорога готова. Теперь нам что остается? Нам остается уложить здесь фундамент. И, наверное, за кадром я сейчас быстренько проведу вот эту вот дорогу. Все, ребят, дорога наконец-таки готова. Вот так вот она выглядит. По-моему, получилось неплохо. Я старался максимально все это сделать ровно. Ну, конечно, где-то не получилось, где-то получилось. Но главное, что в целом все готово. Так, теперь, теперь, ребят, нам нужно построить фундамент. Я планирую также из этих блоков это делать, потому что я не нашел других. Здесь, видите, вот все, что есть. Это вот, что нам предлагается. Как-то увеличить их в размерах, чтобы, да, как-то меньше времени тратить на то, чтобы поставить. К сожалению, нельзя. Я тут подумал, наверное, стоит еще на единичку продлить вот так вот дорогу. Давай как-нибудь сюда вот так аккуратненько. Вот. И, наверное, пониже чуть-чуть. То есть я чуть-чуть ее продлю и вот где-то здесь примерно поставлю. Я думаю, что будет более чем достаточно. Просто я так прикинул, но что слишком уж близко будет вот эта оранжерей находиться к разветвлению дороги. К вот этому перекрестку, так скажем, да. И поэтому, что лучше, будет, наверное, чуть-чуть ее подальше опустить. Так, все. И давай сюда. Блин, неудобно. Неудобно нифига. Ну вот, видите, сейчас, чем ближе мы к краю подходим, тем сложнее становится что-то строить. Потому что, ну, тупо нам просто обзора не хватает. Вот здесь вот вообще будет сложно ставить что-то. Но я думаю, мы справимся, что-нибудь придумаем. Итак, в общем, смотрите, поставим здесь вот еще по два таких вот блока. То есть типа продлим дорогу. Но сдвинемся немного вширь. Как-нибудь вот так. О, нифига себе, даже с первого раза ровно поставил. Серьезно? Нормально, окей. Так, и теперь сюда также. И просто, ребят, еще по одному квадратику мы пустим вбок. То есть у нас получится, что оранжерия примерно где-то в четыре клетки будет шириной. Вот так вот сюда, смотрите, добавляем. Опускаем, разумеется. И сдвигаем это все. По длине, по длине пока не знаю как. Так, ну, я думаю, что плюс-минус как раз к краю карты будет вполне достаточно. Так, ну, вроде ровно, да, поставил? Да, вроде бы ровно. И, собственно, сюда вот так вот добавляем. И то есть вот, будет чистый квадрат. Там я видел, есть еще блоки, чтобы сделать круглый. Но я не знаю, мне кажется, круглая это слишком маленькая получится. А нам хотелось бы сделать побольше. Так, вроде ровно, да? Вот, в общем, вот такой вот, ребят, ширины это все у нас будет. И примерно где-то досюда. Ну, разумеется, сейчас я все за кадром быстренько вот это вот уложу, чтобы нам, так сказать, не тратить время. И продолжим дальше. Все, вот таких вот размеров у нас, получается, будет оранжерея. То есть в целом нормально. Не слишком большая и не слишком маленькая. Ну и плюс место остается под детскую площадку. Ребят, если у кого-то есть вдруг вопросы, почему я не показываю, как я строю вот эти всякие фундаменты и прочие штуки, Да тут, в принципе, показывать нечего. Здесь ничего интересного нету в том, как я пытаюсь подогнать по размеру вот эти вот блоки. Так что, поэтому я решил их скипать. Итак, давайте-ка мы с вами посмотрим, что мы можем здесь интересного построить. Наверное, ей, ребят, стоит начать где-нибудь отсюда. Это, ну, то есть сделать вход, да, какой-то более-менее адекватный. Я здесь видел какие-то есть арочки. Вот. Что-то по типу такого. Давайте посмотрим. Ну, она где-то такого размера. Ну, конечно, вроде бы прикольно, но, блин, хотелось бы, конечно, чтобы она была вот, да, в ширину вот этой вот всей дороги. Но, скорее всего, так сделать не получится. Других вариантов у нас особо здесь нет. Типа что-то пробовать, конечно, импровизировать можно. Вот, типа, с такими штуками. Ну-ка. Вот если я вот так ставлю, да, что это по итогу получается? Ну, кстати, получается что-то интересное. А, ну-ка, давай уходи под землю. Так, а ну-ка. Давайте попробуем. Может быть, действительно что-то получится здесь поставить. Ну, конечно, слишком уж большая она, но, ребят, при желании, по сути, ее можно опустить пониже. Ну, кстати, да. А ну-ка. Давай-ка мы чуть-чуть ее сюда вот так вот сдвинем. И опустим. Ну, потому что, смотрите, ну, слишком уж высокая. Можно примерно как-то такого размера оставить, именно высоты. Если быть точнее. И чуть-чуть вот так вот сюда сдвинуть. Во, кстати, нормально. А ну-ка, давай-ка ты тоже сюда идешь. И опускаем их тоже вот так вот вместе. Ну, примерно, ребят, как-то так получится. То есть сейчас я ее выровняю, чтобы это все было красиво. Я не знаю, вот вроде бы она занимает вот эту одну клеточку в ширину. Но почему-то, видите, здесь они не сходятся вместе. Фиг его знает. Ну, окей. Так, и чуть-чуть левее. Ну, смотрите. Мне кажется, что стоит такую оставить. А здесь, в целом, можно поставить вот такую. Ну, да. Почему нет? Прикольно смотрится. И, смотрите, плюс тогда можно сюда поставить какие-нибудь бортики. Бортики, бортики. Ну-ка, это вот это что? Нет, это на пол. Кладется на пол. Нам не надо. Блин. А тут нету, что ли, заборов? Как так-то? Ну, вот такая вот только фигня есть. Можно ее поставить? Окей. А ну-ка, давайте посмотрим, как это будет смотреться. Типа, если я вот так вот ставлю, она, видите, присасывается. Но, в целом, присасывается, кстати, нормально. Вот с этой аркой я пока не знаю, что делать. Поэтому, на всякий случай, я ее уберу. Это так, ребят, чисто был экспериментальный вариант. Может быть, действительно, стоит такую же хренотень поставить здесь? Кто знает, как говорится. Вот, и опять она, видите, вот, становится неровно. Да что же ж, блин, с ней происходит такое? Там становится нормально, вроде бы. А не, нифига, там тоже неровно становится. Ну, окей, ладно, это все можно сделать. Хорошо. Хорошо, давайте разберемся со входом, саму оранжерею. Какую ставить? Ну, не знаю. Ну, как вариант. Ну-ка, а что еще здесь есть? Есть вот такая вот штука? Ну, да, только, а как по бокам сделать? Типа, если вот так только? Окей, ладно, давайте тогда начнем со стен. Начнем со стен. Вот здесь есть такие вот прямые стены. Я думаю, что именно их, ребят, и стоит ставить именно по краям. Давай как-нибудь сюда. Да, нормально? Ну, да, нормально, только, наверное, двигать чуть-чуть нужно. Хотя вот это вроде бы... А нет, смотрите, они прямо рядом друг с другом становятся. То есть, короче, здесь есть какая-то сетка, судя по всему, невидимая, по которой ставятся объекты. Вот плохо, что она невидимая, и включить вроде бы ничего нельзя для отображения. Но я не знаю, наверное, не буду уж прям совсем краю подгонять. В любом случае, да, там будут растения, которые это так или иначе все закроют. Теперь нам здесь главное разобраться, что сделать, чтобы было все красиво. Ну, в принципе, что тут разбираться? Ставим вот так. Да и все. Вариантов других я особо не вижу. Так, ну и давай-ка, ладно. Давайте за входом тогда разбираться. Раз уж мы с вами начали делать вот так. Ну, тогда... Не, ну, в принципе-то нормально, окей. То есть, я типа, смотрите, сейчас ставлю на угол. О, кстати, неплохо получается. Здесь вот, видите, есть разные объекты. Есть без вот этих вот верхушек. Есть с ними. Ну, можно будет сейчас как-нибудь замиксовать. Ладно, придумаем. Для начала нам нужно хотя бы со входом разобраться, где этот вход. Так, а ну-ка, давай-ка очистим. Так, где он тут? Где эта арка? Вот она. Ну, если так ставить... Ну, типа, окей. Тогда нам нужно, смотрите, ее поставить как-нибудь по центру, чтобы она была тупо симметрична. А что, она белая? Так, может быть, сейчас поставится? Вот. Это, видимо, скины просто. Окей, я понял. Ну, смотрите, она как раз даже ровно становится. Поэтому, ребят, я решил вот здесь вот краям не подгонять. Просто, чтобы все стояло и так ровно, как должно быть. Ну, давайте, хорошо, теперь я тогда вот эту фигню пододвину. То есть, если они в целом становятся вот так вот ровно, я ставлю тогда ее здесь и вот так вот соединяю. Правильно? Правильно. Ну, вот примерно так выглядит. И вроде бы, знаете, даже текстура, она вроде бы как совпала, да? Вместе с ней находятся друг в друге. Но выглядит вроде бы даже это более гармонично. Поэтому, окей, давайте эту сюда поставим. Хотя, наверное, знаете, нет. Нужно делать, наверное, по принципу, как мы делали вот здесь. На той стороне. То есть, я примерно где-нибудь вот тут поставлю, да? И поставлю еще такую же штуку и просто их соединю. А ну-ка. Так, подожди, нет, это. Вот, вот это. И как-нибудь вот так. Ну, да, да. Только я не могу посмотреть, правда, что с той стороны находится. И вообще, стоят ли они ровно. Ну, вроде бы стоят ровно. Хорошо. Давайте продолжим здесь вот ставить по бокам. Вот, видите, да, такой вот небольшой отступ появляется. Но мне кажется, это прям не сильно критично. Здесь только нужно что-то сделать. А именно чуть-чуть вот эту хрень пододвинуть. Ну, вот, как-то так. Ну, знаете, ребят, на первый взгляд посмотришь и не скажешь, что здесь тут как-то чего-то там в текстурах стоит друг в друге. Хотя, может быть, можно лучше сделать. Ну-ка, давайте попробуем. А почему бы и нет? Окей, давайте все это вот опускаем вниз. Надеюсь, оно опустилось вниз, не застряло там нигде. То есть, я ставлю вот как-нибудь здесь. Правильно, да? И сдвигаю немного в сторону. Ну, примерно как-то так, да. И тогда вторую ставлю вот так вот на краешек. А ну-ка, ставься. Заставься ты, блин. Вот видите, проблемы с камерой. Какие нам доставляют сложности. Так, ну все. Почему здесь вот как-то более лаконично у меня получилось, чем на этой стороне, я не знаю. Ну окей, ладно. Главное, что поставилось. И это работает. Ну и давай как-нибудь. Вот это с краю становится. Но она тогда свисает. Хотя не пофиг ли. А ну-ка, подождите. Я хочу, ребят, сделать все на совесть. Все, и сюда вот эту тогда пододвигаем. И вот эту к ней. И чуть-чуть еще, да? Чуть-чуть правей. Примерно как-нибудь вот так. Вот, все. В общем, давайте, ребята, остановимся на этом варианте. И просто продолжим ставить дальше. Видите, она здесь очень хорошо коннектится. Поэтому не вижу смысла что-то менять. Там пытаться подгонять какие-то миллиметры. А здесь как-то вот не хватает. Ну окей, здесь мы с вами вот так чуть-чуть пододвинем. Пускай будет. В любом случае, в любом случае, растения все замаскируют. Так, а я же хотел замиксовать их. Точно, точно. Давайте-ка я удалю. Наверное, штучки вот так вот я удалю. И поставлю вот эту вот полуразрушенную. Чуть-чуть я совсем, ребят, про нее забыл. Ну-ка, давай. Во, смотрите, прям идеально сюда встала. В идеале, конечно, нужно было бы замиксовать с обеих сторон. Так, ну окей, я сделаю вот здесь только полуразрушенный. В целом, можно будет какие-нибудь куски металла сюда покидать. Так, а ну возьмись. В целом, какие-нибудь куски металла сюда можно будет покидать. То есть, типа, они там обрушились, валяются, что-то там себе делают. Так, а ну-ка, подожди, зачем мне опускать вниз? Давай-ка заново переставлю. Во, и сюда вот так пододвигаем. Ну вот, примерно как-то так получается. Да, где-то вот здесь, вот видите, не совсем ровно получилось. Хотя странно, казалось бы, почему. Но можно вот так пододвинуть. Да, и так будет ровней. И тогда нам остается только задняя часть. Но я думаю, что с ней тоже проблем не возникнет никаких. Давайте поставим здесь вот так вот. Чуть-чуть сдвинем их. Можно даже вот так примерно, да? Да, еще чуть-чуть вперед вот так продвинуть. И на себя. Во. Нормально? Нет, не нормально, нифига. Нужно еще ближе. Ну-ка, а сейчас? Вот, сейчас лучше. И чуть-чуть в эту сторону, правильно? Ну да. Да, давайте пускай так и будет. Так, следующее. Следующее, давайте я, наверное, поставлю разрушенную. Все-таки нам нужно хоть какое-то разнообразие. И, судя по всему, мне подгонять нужно будет, да? Да, заднюю часть мне, ребят, придется подгонять. Не знаю, почему так получилось. Вроде бы все ставилось хорошо, красиво. А тут вот как получается. Ну и давайте сзади тоже поставим еще одну разрушенную. И нам, походу, видите, нужно будет ставить друг на друга их. Окей. Не проблема. Все поставим, все сделаем. Так что у нас тут? Чуть-чуть отодвигаем. Во. Неплохо. Ну давайте сразу я вот так вот пододвину. И вот эту вот разрушенную еще одну поставлю. Просто, знаете, это еще нам поможет в построении крыши. Я не знаю, как сзади это все делать. Я видел, там есть интересные конструкции, которые можно поставить на бок. И у нас фактически получится крыша. Вот. А как сделать так, чтобы сзади эта крыша тоже собиралась? Я пока не совсем понял. Поэтому пускай будет такая вот полуразрушенная штука. Блин, прикольно получилось. Только не знаю, как я сюда буду декорации ставить вовнутрь. Наверное, этим стоит, ребят, заняться прямо сейчас. А уже потом тогда что-то ставить другое. Хотя можно оставить крышу просто так. Потом нам в любом случае нужно будет еще и растения сюда сажать. Вот смотрите, вот такая вот крыша есть. Вот она, грубо говоря, вот так вот ставится. И все. И по сути она будет закрывать полностью вот эту вот оранжерею. И тогда мы ничего сюда уже не поставим. Это не есть хорошо, поэтому давайте... Так, где тут стрит? По-моему, это здесь должно быть. Нет, нет, не здесь. Тут, в общем, вот эти вот... Вот давайте поставим сразу клумбы, чтобы здесь стояли. Как-нибудь вот так поставим. Как-нибудь вот так. То есть и здесь специально, ребят, высаживались растения. Вот как мне сейчас поставить? Только если вот так вот камеру разворачивать и все. Вот видите, про что я, ребята, говорил. То есть нужно было мне, наверное, сначала все обустроить. И только потом ставить вот эту вот внутреннюю часть стен. Ну-ка, давай, вот так. Ну только так. Все, вот видите? Единственное, что можно залететь на фоторежиме. И посмотреть вот так вот вручную. Ну, получается, кстати, неплохо. А ну-ка. И вроде бы даже более-менее я все поставил. И тут я еще между вот этих грядок хочу поставить сейчас лавки. А здесь поставить вот небольшой такой фонтанчик. Поэтому давайте-ка выйдем обратно. И вернемся к вот этой вот оранжерее. Вот так вот лавочку сюда поставим. Очень круто будет здесь смотреться. И вот с этой стороны. Во, вроде бы даже, смотрите, ребят, что-то получилось. Блин, не знаю, наверное, нам здесь придется с вами сразу ставить растение. Это будет исключением. Потому что, ну, сейчас если я накрою крышей, я уже больше ничего не поставлю. Ну, потом уже просто с вами обустроим фасад. Так, здесь есть где-то фонтанчик. Вот, да, смотрите-ка. Его можно поставить. Ну, вот где-то здесь он должен быть. По логике вещей. Ну-ка, давай. Блин, а теперь его даже фиг выберешь. Видите? Вот что происходит. Так, и чуть-чуть давай в сторону. И в итоге он, блин, возвращается ко мне в инвентарь. Как? Вот таким вот, ребят, способом только у меня получилось поставить фонтанчик. Более-менее так, как я бы хотел это сделать. Все. Прекрасно. Давайте, что мы сделаем с вами? Ну, блин, сюда надо какой-нибудь мелочевки однозначно накидать. Какие-то здесь элементы все-таки должны находиться. Ну, можно какие-то кроссовки его можно кинуть. Кто-то здесь оставил их. Что еще? Вот всякие сумки. Ну, а почему нет? Сюда кто-то приходил, отдыхал. Вот так вот пускай валяются. И на вот эту сторону тоже можно накидать. Да и, в принципе, какой-нибудь ланчбокс. Кто-то здесь хотел поесть. Может быть, может еще что-то. И можно каких-нибудь бутылок, банок накидать. Пускай тоже стоят. Очень жаль, что вот из-за этой дебильной камеры не получается сделать максимально атмосферную оранжерею. Ну, блин, ребят, как игра дает, так и делаем. Что теперь поделать? Ну, давайте какую-нибудь свечку вот здесь и вот здесь поставим. Не знаю, может быть, здесь там, не знаю, для чего-то их зажигали. И просто же так они здесь находятся, правильно? Так, и нам что еще нужно? Нам что еще нужно? А, по сути, нам больше ничего не нужно. Нам нужно тогда что-то здесь посадить. Так, вода нам не нужна. Давайте-ка мы уберем ее. Что мы здесь можем поставить? Ну, я думаю, что для начала точно стоит поставить бамбук. Вот так вот, ребят, в несколько рядов. Или она не поставится в несколько рядов? А, да, смотрите-ка, она ставится вот так. Нифига себе. Ну, окей, пускай будет с этой стороны, ладно. А что у нас еще есть? Есть у нас папоротник, кстати, вот этот вот маленький. А можно еще и кактус поставить. Давайте вот сюда поставим кактус. Во, нормально поставилось. Плоды я, ребят, собирать не буду, ну, потому что, сами понимаете, в этом смысла никакого нету. У нас и так вот эти семена бесконечные. И теперь можно поставить, где вот этот вот папоротник? Вот он он. Вот как мне его так поставить? Хорошо, чтобы было. Ну, вот, блин. Капец какой-то. Хоть бери да убирай стены. Ну-ка, отсюда я достану. А ну, давайте попробуем. Так. И нифига, да? Да, нифига не получилось. Хорошо, сейчас смотрите, тогда я как сделаю. Я просто возьму вот эту вот стеночку здесь опущу. Давай вот так вот. Оп. Кину сюда вот папоротник. И просто подниму ее. Ну, блин, ребят, только такой вариант остается. Правда, я, походу, ее немного сдвинул, да. Ну, короче, примерно как-то так. Все, пускай стоит и ладно. Давай вот так. Вот, все. Короче, да, я вижу здесь немного кривовато. Это вот из-за того, что, видите, я немного неровно поставил вот эту стенку. Вернее, я ее изначально немного неровно поставил. И плюс я ее вот так вот наклонил случайно, когда ставил растение. Окей, ладно, в общем, пускай стоит. В общем, вот так вот у нас с вами, ребят, получилось. Я думаю, что можно вовнутрь еще чего-нибудь накидать. Какого-нибудь вот такого папоротника. А почему нет? Куда-нибудь его сюда можно. Вот так сюда на стенки набросать. На пол. А почему нет? Так, что я постоянно магазин открываю? И какой-нибудь... Ух ты, е-просто, куда это я уехал-то? Нифига себе, ребят, вы видели, что это за магия? Во, смотрите, как разрастается. Само по себе. То есть, видите, о чем я говорил, что здесь, по сути, не нужно нам... А, люпины не ставятся? А почему? Или это как стена, что ли, опознается? Ну, хорошо, ладно. Давайте тогда я поставлю, что мы можем на пол. А, можно, кстати, мохнатку. Все. А, может быть, даже и не стоило ее кидать, потому что, сами видите, здесь просто вообще как все разрослось. Ну-ка, и как-нибудь вот так вот с краю получится бросить на ту стенку. Ох, е-опаросы-то. Смотрите, что вышло. Люпины-то все-таки поросли. Ладно, в общем, пускай так и будет. Хорошо, если что, я бензопилой отредактирую. Ладно, давайте, наконец-таки, с вами закончим крышу. Так, крыша у нас находится вот здесь. То есть, как-нибудь вот примерно так нужно ставить. Во. Смотрите. Вот что-то по типу такого. Не знаю, тут поломаются, не поломаются растения. Надеюсь, что нет. Во. Неплохо. Здесь теперь так же. Да, ребят, все-таки я понимаю, что игра эта, получается, заточена на то, чтобы просто точечные какие-то маленькие локации делать. Что-то строить глобальное здесь, к сожалению, не получится. Ну вот, как-то так она будет стоять. Хотя, знаете, даже вот эту можно удалить. И поставить просто полуразрушенную. А ну-ка, где-то я здесь видел. Вот. Просто, чтобы создать эффект такого некого разрушения. Ну, давай сюда чуть-чуть сместись. Во. Смотрите, прикольно. Сейчас, в общем, ребят, я это все дело закончу. А то слишком у нас уж долго идет строительство этой оранжереи. И продолжим с вами. Ну все, ребят, смотрите, доделал я оранжерею. Вот так вот она сейчас выглядит. Здесь я доставил крышу тут местами. Какие-то обломанные части, какие-то целые. И вот здесь, вот видите, сзади у меня тоже кусочек такой есть. Ну и, кстати говоря, по обломкам. Давайте сразу, наверное, и добавим с вами куски вот этих вот стен, которые когда-то сюда упали. И так и остались лежать. То есть, например, смотрите, ставим вот так. Чуть-чуть наклоняем. Так, а ну, погоди. Вот так вот наклоняем ее. И опускаем. То есть, видите, вот примерно по такому принципу у меня всякие элементы и будут находиться под землей. То есть, вот так вот кусок торчит. Плюс можно еще что-то-нибудь взять. Можно вот такую штуку взять. Все равно она в целом уйдет под землю. Поэтому нам, грубо говоря, не важно, какого она будет размера. Так, а ну, давай вот так опускайся. И вот в эту сторону примерно. Вот. То есть, видите, ребят, вот такие вот обломки у нас валяются. Я не знаю, стоит ли еще что-то добавлять. Может быть, вот в этой части что-нибудь. Ну, давайте попробуем. Конечно, все равно сюда камера не доходит. Поэтому, как бы, особо-то и не важно. Но почему бы не поставить просто, чтобы это было красиво. Чтобы мы знали, что здесь точно есть. Ну, вот, ребят, такие вот куски валяются. Потом, наверное, со стороны детской площадки я тоже что-нибудь добавлю. Теперь, смотрите, здесь на подходе. Ну, вот, как видите, я тут немного поэкспериментировал. И у меня получилось поставить арку здесь также. И, наверное, я не буду ее опускать примерно до вот этого уровня. Кстати, тут чуть-чуть поднять надо. Во. Наверное, правильно. Я ее оставлю просто большой. Нам единственное же, что остается, это сделать бортики. Бортики находятся вот здесь у нас. Давайте вот эти вот поставим. То есть, гарантированно вот здесь будет одна стоять. Вот здесь. Вот здесь. Ну, и еще, наверное, одна вот здесь. Только нужно вот эту сдвигать чуть-чуть. Да. Вот. Примерно как-то так. И можно ее, смотрите, прямо вплотную будет сдвинуть к оранжерее. Я не знаю сейчас, насколько я двигаю. И буду двигать примерно наугад. Ну, и все. И как-то так получается у нас. Давайте тогда, чтобы мне не регулировать, я просто оставлю вот это вот. Да, здесь будет небольшое пространство. Но здесь будут растения. Поэтому проблем не будет никаких. Потом, смотрите, вот здесь я поставил вот такую вот штучку. Я нашел. Она находится у нас вот здесь же, где и бортик. То есть, мы, грубо говоря, ставим вот так как-нибудь. И все. И от нее ведем уже вот эту вот штуку. Блин. Вот как камера просто, ребят, портит впечатление о вот этом вот творческом режиме. Так, давай. А ну, возьмись. Так, подожди-ка. То есть, видите, еще мискликнешь не туда. И по итогу вот что у тебя получится. Какую-нибудь штуку сдвинешь, блин. Не с того места, где она должна быть. Ну и все. Как-то так, да? Ровно, неровно? Или вот эту тоже нужно пододвинуть? Если вот эту двигать, тогда и вот эту нужно двигать. Правильно? Правильно. Так. Ну и все. В общем, пускай она так стоит. Нам нужно теперь украсить ее какими-нибудь фонарями. Я здесь видел фонари. Вот они, они находятся. Давайте что-нибудь возьмем. Ну-ка, такую. Блин, ну она слишком какая-то большая. Вам не кажется? То есть, если я поставлю вот так, то в целом можно, да. Смотрите, и вот с этой стороны, да? Не, ну так слишком она низко стоит. Мне кажется, кто-то будет идти и головой заденет. Нет, это точно не подходит. Вот эта штука, по-моему, вешается на потолок. Да. Короче, ладно. Пускай она стоит так. Я не знаю. Может быть, потом что-нибудь придумаю и доставлю. Что здесь еще есть вообще? Больше, наверное, ничего интересного. Только если, смотрите, можно какие-нибудь такие вот куски стен. Или вообще чего-то-то. Фиг его знает. То есть, представим, что здесь что-то стояло. И оно вот так вот ушло под землю со временем. Ну и такую штуку, кстати, тоже можно добавить. Во. Чуть-чуть ее только, наверное, вот так вот развернуть. Наклонить и утопить немного в земле. Ну, кстати, прикольно. Окей. Вот видите, ребят, как с растениями просто все преображается. Представьте, потом у нас все будет просто ими затыкано. Так что будет очень круто. Теперь давайте, давайте теперь разбираться с детской площадкой. Ну, однозначно. Нам нужны лавки. Одну сюда лавку. Плотно, наверное, к забору я ставить не буду. То есть, вот как становится, так и становится. И все, пускай стоит. Лавочки три будет достаточно. Теперь. Теперь нам нужны, наверное, мусорки. Это находится в стрит. Ну, блин, однозначно, ребята. Возле лавок должны находиться мусорки. Чтобы людям не приходилось кидать мусор куда попало. Ну, и вот так вот. Во. Вроде бы нормально. Вроде бы достаточно. Не знаю. Может быть, конечно, можно было больше лавок поставить. Но я думаю, что этого тоже нормально подойдет количество. Так. Ну, какие-нибудь горшки, кстати. Да. Здесь можно на входе пару горшков вот так вот бросить. Не знаю для чего. Ну, пускай стоят. Почему бы и нет. Так. Потом. Потом нам нужны, собственно, вот toys. Раздел игрушки. Давайте ставить карусели. Можно вот такие вот качели небольшие поставить здесь. Потом сюда можно поставить вот такую вот фиговину. Это тоже качели. Только немного другого типа. Сюда горку. Как-нибудь вот так. И вот это вот колесо крутящееся. Все. Пускай стоит здесь. Вроде бы нормально. Вроде бы неплохо. Ну, и всякой мелочевки, смотрите, можно накидать. То есть можно вот так сюда лейку. Лейку поставить. Потом вот этот, как его там, лопата. Тачку. Точно. Давайте поставим тачку. Пускай он где-нибудь здесь вот валяется. И теперь нам нужно всякой мелочевки накидать, типа, игрушек. Ну, какого-нибудь медведя давайте сюда. Сюда можно посадить. Пару гномов в целом можно. Во. Интересные звуки, конечно, они издают. Во. Классно. Так. Потом. Уточка резиновая. Ну, давай сюда уточка. Будешь здесь сидеть. Так. Ну, и вроде бы все. Больше ничего такого интересного нету. Но в целом, смотрите, что еще можно здесь добавить такого. Можно добавить вот сумки. Они вроде бы где-то находятся наверху. Давайте-ка посмотрим, где-то они здесь были. О, кстати, кроссовки. Да, давайте кроссовки вот прямо здесь на горке оставим. Кто-нибудь их забыл, скорее всего, когда-то. Очень-очень давно. Так. Ну, пару портфелей. Сюда. Вот так, сюда. Я не думаю, что здесь прям стоит сильно перегружать локацию какими-то предметами. Потому что, ну, блин. Типа вот стоит и стоит что-то. Слишком сильно наваливать. Это уже, знаете, будет похоже просто на какую-то свалку. Так. И нам нужны какие-нибудь баночки, бутылочки. То есть, по-любому, здесь в парке кто-то сидел. Там, выпивал что-нибудь. Вот газировочку, например. Где-нибудь вот так, вот так, вот так можно накидать. Здесь пускай тоже валяется. Вот так можно, в принципе, знаете, как вот так в разные стороны просто разбросать. То есть, здесь со временем вот этот мусор скопился. Ящик. Ну, давайте, ящик пиваса. Хорошо, пускай стоит. Гномы, возможно, выпивают. Ну, и здесь вот так вот пару бутылок. И сюда. Вот. Короче, я думаю, что этого достаточно. То есть, здесь когда-то, возможно, да, была дорога. И просто она, ребят, ушла под землю. То есть, все это засыпало ветром там и так далее. Поэтому здесь нету ни асфальта, ничего и тому подобного. Вот, да. Пускай будет, наверное, так. Может быть, где-то какой-то песок здесь был. Может быть, еще что-то было. Больше, мне кажется, добавлять сюда ничего не нужно. И теперь у нас, смотрите, улица. Давайте мы с улицы закончим. Гидрант пожарный поставим. Ну, куда-нибудь, наверное, сюда. Вот так вот. Не, вот здесь где-нибудь с краю точно. Пускай стоит гидрант пожарный. Ну, и пару вот этих вот, что это у нас? Это фонари уличные. Давайте где-нибудь сюда вот так один рабочий. Потом один погнутый. Можно где-нибудь вот тут поставить. И вообще, смотрите, есть обломанный. Ну-ка, давайте его вот так поставим. А он почему-то даже не крепится к тротуару. Он просто, видите, качается. Ну, хорошо, пускай так и будет. Так, ну и какой-нибудь знак можно бросить. Я не знаю, может, там что-нибудь упало. Хотя сюда можно просто приклеить, не? Во, пускай так и стоит, точно. Выглядит неплохо. И тут, смотрите, еще есть такая штука. Вот, как таксофон. Давайте сюда поставим парочку таксофонов. А почему бы нет? Так, а ну-ка, давай. Возьмись. Во. Во. И сюда как-нибудь их просто вместе. Ну, штуки две поставим. Я думаю, больше и не нужно. Во. Нормас. И теперь, смотрите, ребят, здесь еще вот этот есть штука. Парковочная хренатень. Короче, сюда нужно кидать монетку, чтобы припарковаться. Я понимаю, что у нас дорога достаточно узкая. Скорее всего, они бы здесь не были в реальной жизни. Но я просто поставлю. Пускай будут. Можно будет потом, когда будем заниматься вот этой всей дорогой, поставить сюда какие-нибудь машины. Ну, вот примерно как-то так у нас получается. Вот в этом промежутке, я думаю, что ничего не нужно ставить. Здесь просто будет какая-то трава. Может быть, какие-то деревья посадим. Кстати, да. Возможно, ребят, я посажу здесь деревья. Что еще есть? Что мы еще можем добавить в теории? Ну, давайте вот здесь поставим мусорный бак. А почему бы нет? Есть еще автоматы с едой. Но нужны они. Мне кажется, не нужны. Да и все, в принципе. Что тут еще есть? Медведя. Ну, давайте поставим медведя. Вот здесь пускай стоит. Возможно, звонит в таксофон. Прикольно получилось. Ну, вот, ребят, как-то так. Да, блин, конечно, очень плохо, что пришлось растение ставить заранее. Но, блин, вариантов других, к сожалению, не было. Только так. Иначе, сами видите, вовнутрь я просто ничего не поставлю. И теперь давайте я войду, наверное, в фоторежим. Если что, на пробел можно в него войти. Такая, ну, подожди, все. Вот. И такой вот камерой, ребят, посмотрим, что у нас здесь получилось. Получилось неплохо, мне кажется. Вот видите, вроде бы такая даже уютная игровая площадка. Ну, сейчас она, конечно, даже, наверное, неуютная. Потому что здесь всякий мусор, бутылки, гномы валяются. Но вот сама оранжерея, как таковая, выглядит очень даже ничего. То есть, смотрите, вот так внутрь заходим. И вот примерно, что мы видим. То есть, понятно, вот эти конструкции, они со временем проржавели, обвалились. И поэтому здесь вот такая вот открытая крыша получилась. Но, тем не менее, смотрите, стоит фонтанчик. Стоят какие-то грядки. Тут растения есть прикольные. Но, в целом, мне кажется, что получилось очень даже хорошо. Потом мы, понятное дело, все остальное тоже украсим растениями, деревьями. И будет, ребят, еще лучше. Ну, вот как-то так. В общем, давайте, наверное, с вами на этом закончим. Пишите ваши комментарии. Ну, а ссылка на все серии по игре Cloud Gardens будет находиться в описании под роликом. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видосики. Ну, а с вами был Дамриэль. Всем год-два, эти ребятушки. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok